В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» запущен ряд проектов по автоматизации бизнес-процессов, налогового и таможенного администрирования. Совершенствование таможенного администрирования и переход на электронную таможенную декларацию – путь к качественно новым показателям. В настоящее время ведется работа по цифровизации, к примеру, внедрение информационной системы «Астана-1». К ней подключены 9 документов, остальные – 42 до конца года. Девять действующих документов составляют около 80% от общего объёма документа оборота. В пятом направлении послания Ельбасы говорится о внедрении современных технологий в строительстве и коммунальном секторе. Необходимо активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе механизма государственно-частного партнёрства. Глава государства поручил правительству ежегодно предусматривать на решение вопросов обеспечения населения качественной питьевой водой не менее 100 миллиардов тенге. «В настоящее время ведется комплексная работа по развитию населённых пунктов вокруг столицы. План рассчитан на 2015-2020 годы. Так, в селе Косше построены детский сад и школа, строятся дороги, проведены водопроводные и электрические сети. По плану, реализация проекта должна быть завершена в 2019 году. Но по согласованию со строительной компанией мы планируем закончить работу к концу этого года». Послание главы государства предусматривает пути решения актуальных проблем дальнейшего развития казахстанского общества. Чтобы соответствовать условиям нового времени, необходимо сплотиться в единую нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях Четвёртой промышленной революции.